Добрый день, друзья! Сегодня воскресенье. Первый запуск автомобиля. Давайте посмотрим. Отлично! Вчера никуда не ездил, поэтому ничего не снимал. Ну а сегодня кое-чего поснимаю. Так что смотрим. Ну короче, езжу пока по делам, по магазинам. Давайте проверим. Сейчас вот смотрите, вот на таком уклоне стою. Вот видите, да? Уклончик. Как держат ограничители дверей? Они тут в одном положении, только самое максимальное. То есть вот, вот так вот. Вот. Ну в принципе нормально. Как видите, на улице, кстати, вот ветер. Как вы можете заметить, но держится. Вот видите. Второго положения, конечно, не хватает. Вот здесь вот. Хуже бы не было. Вот так вот. Что есть, то есть. Так, пойду-ка я в аптеку. Надо кое-чего купить. Вот, кстати, этот уклончик, который я вам сейчас показывал. Ограничитель на котором проверял. Так, едем дальше. Понадобилась, ребята, циркулярочка, которая очень тонкий пропил будет делать. В общем, придумал конструкцию. Смотрим. Купил две такие шайбы. Вот. Зажиматься будут в болгарку. То есть по диаметру. Тут 20 миллиметров, вот это отверстие. Оно идеально подходит. Толщина вот такая вот. В общем, сейчас буду сверлить отверстие, которое вот накернил тут предварительно. И дальше все увидите. Так. Так. Ну вот, готово. Все. Так, сейчас буду сверлить. В общем, короче, на 6 миллиметров сверлом, чтобы не насквозь, чтобы вот так вот шарики туда встали от подшипника. Вот. Сейчас рассверлю и дальше покажу, что будет. Готово. Готово. Купил я лезвие, такие от резака. Вот шарики от подшипника вставил. Вот видите, да? Сюда вот в эти отверстия, которые сверлил. Ну и здесь, соответственно, отверстие. Теперь лезвие таким вот образом размещаю. Так, в общем, здесь вот здесь они будут упираться в этот самый вал. То есть, никуда они не денутся. А сверху. А сверху вторую шайбу. Так вот. Ставим, крепим. Ну, в принципе-то и все. Сейчас надо это все собрать. Вот. Покажу. Вот такой вот у меня станочек. Болгарочка. То есть, вот я сюда это все закреплю. Сейчас покажу, как это буду делать. Ну, естественно, лезвие я укорочу где-то в половину. Ну, посмотрим, будет оно работать или нет. То есть, мне очень нужен очень тонкий пропил. Поэтому я делаю такую пилу. Тоненькие деревяшечки надо пилить. В общем, вот. Все, пока отключаюсь. И буду все это собирать. В общем, болгарочки. Вот эти гайки. Тут самое надо немножко сточить. Потоньше сделать. Потому что шайбы толстые. Сама пила толстая получилась. Ну, тут надо миллиметра. Миллиметра, наверное, 2-3 снять отсюда. Что я сейчас и буду делать. Так. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 отлично вот видите я уже тут пробовал все готово все это заделывать и я думаю что получилось удачно так давайте еще вот на этом куске фанеры проверить береза фанера прочная и все и заканчиваю сегодня сегодня можно сказать что не прошел не зря так ну вот пропил пропил делает еще немножко это все отстроить и будет хорошо так все настроил в общем вот вот что получилось вот видите для моих нужд больше и не надо задача выполнил надо остальное все делать вот что у нас получилось вот такая вот циркуляр очка покручу вот видите вот таким образом это работает вот она так вот так и вот так так значит и вот допустим вот такую вот такую фанерку сейчас мы распилим включаю вот так вот пропил пропил очень тонкий получается вот ну вот это вот из-за того что здесь просто нет линейки я еще наверно буду что-то типа каретки подвижное делать чтобы крепить деталь вот это мне не просто так это мне надо для дела так ребята так что мне много там всего я уже интересного сделал ну вот станочек решил вам показать то есть вот для меня важно чтобы пропил был минимальный вот эта толщина меньше опилок меньше грязи меньше расход материала все получилось так что я доволен сейчас буду думать как это все сделать либо линейку либо каретку чем вот так вот такие вот дела так вот все на сегодня все наверно буду упаковывать и перевозить к себе и дальше думать что с этим делать так все уборка последний штрих нормально за день прошел не зря короче но про машину сегодня рассказывать то и нечего собственно говоря нами меня возит она не подводит вот все отлично сейчас прогреться поеду все машина прогрелась я поехал так такие вот у нас пейзажи на окраине как заметила одна женщина вот это вот чудушка написала у меня на канале что я колхозник вот ну да я колхозник и ты тоже в общем-то колхозница потому что все мы колхозник и все мы родились в советское в постсоветское время все мы из одной страны голубой крови у нас давно не было поэтому не надо себя считать кем-то исключительным вот а гламур до добра еще не доводил так что так чем всем пока до новых встреч на канале друзья